Диктант один из ключевых элементов образовательной программы в школе, но диктанты бывают также изобразительными. Именно такое задание ученики художественной школы выполняли в связи с проведением Всероссийского творческого конкурса «Изобразительный диктант». Подробности далее. Детская художественная школа следует традициям и каждый год присоединяется к проведению Всероссийского изобразительного диктанта. Это важное мероприятие в художественном образовании. Целью необычного диктанта является знакомство школьников с культурой регионов и народов России, изучение традиций страны. Участвуя в конкурсе, ребята создают художественные образы исторических событий. Проведение диктанта важно как для повышения роли искусства в развитии общества, так и для укрепления единства страны и привлечения интереса к истории России. Цельский изобразительный диктант – это многолетняя традиция очной работы художественной школы. Она проводится под эгидой Международного союза педагогов-художников. И в детской художественной школе очень любят принимать участие в этом мероприятии. Ежегодно в нем принимают участие от 60 до 70 учащихся детской художественной школы. Я лично принимаю участие в организации данного мероприятия уже четвертый раз. И ежегодно темы у нас разные. Темы очень всегда интересные. Детям нравится. Несомненно, для детей это очень в то же время интересно, но и стрессовый такой момент. Большинство собираются, заранее готовятся, поэтому выбирают любимый материал. И формат, в принципе, выбран формата 3. Это стандартный лист, на котором, в принципе, за это время они успевают рисовать работу. На диктант дается три часа. И в этом году ребятам нужно было изобразить на листе бумаги такие темы, как «Мой знаменитый земляк», «Мастера особых машин», «Мастера-созидатели современного мира». В этом всероссийском диктанте, да, я первый раз участвую. И можешь рассказать, что у тебя сегодня за задание и какого героя ты выбрала или иллюстрацию, что рисуешь? Я выбрала рисовать Павла Петровича Бажова, потому что я с самого маленького детства тоже его любила читать. И как, справляешься уже вот на начальном этапе? Хорошо получается? Да, хорошо получается. А в дальнейшем хотела бы в таких конкурсах участвовать? И почему? Да, я бы хотела, потому что с помощью этого я бы могла стать знаменитым художником. Мне, по идее, уже с самых маленьких лет нравится рисовать. И мне все говорят, что я очень красиво рисую, поэтому я решила отправиться в художественную школу, чтобы воплотить свои мечты. Я выбрала рисовать Бажова, потому что он жил в нашем городе, и мне нравятся его сказы. Я много их читала, например, «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка Медной горы». Они очень интересные, поэтому я его и решила нарисовать. Я первый раз принимаю участие, для меня это очень важно. Мне бы хотелось победить. Первое участие сложно, потому что надо придумать, надо составить композицию, а только потом же приступать к письму картины. Я рисую Льва Петровича Вейберта. Он занимается гравюрами, и мне нравится его творчество. Я учусь в художественной школе уже пять лет. Решила пойти сюда, потому что мне нравится рисовать. Я люблю придумывать разные сюжеты для картин. Конкурсная деятельность детей в нашей школе всесторонне поддерживается. Дети участвуют в конкурсах городского, областного, регионального, всероссийского, а также международного уровня. И это мероприятие является одним из ключевых таких точек, которые помогают им себя реализовать в этой деятельности. 2022 год принес детской художественной школе Новоуральска много важных, интересных и даже инновационных событий. Школа успешно реализовала выигранный в 2021 году грант президентского фонда культурных инициатив «Особые дети – особые таланты». Преподаватели повысили уровень своей квалификации для работы с детьми с особенностями развития. Составили учебные программы и на приобретенном с помощью гранта оборудовании начали занятия. За год в более чем 50 конкурсах различного уровня приняли участие более 600 учеников и более 300 из них стали лауреатами и дипломантами. Также хотелось бы отметить, что детская художественная школа уже подготавливается к Новому году и создает у себя зимнюю сказку, украсив окна снежинками и разместив рисунки на новогоднюю тематику. Все творческие произведения нарисовали ученики художественной школы, стараясь сделать их в одной цветовой гамме. Участвуя в конкурсе «Всероссийский изобразительный диктант», дети не только развивают свой потенциал, но и демонстрируют его другим. В дальнейшем каждый новоуралец может выйти на межрегиональный уровень и показать свой талант на всю Россию. Алексей Кузнецов, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.